Привет! Дешевая распаковочка, шуточная такая, ценой в 1 доллар. USB-пылесос. С насадкой. Да, даже не с одной насадкой. Вот такая-то интересная штукенция. Пыль, скорее всего, выдывает он в атмосферу, но, по крайней мере, с клавиатуры должен что-то выдать. Длина провода сантиметров где-то 80. Две насадки. Насадка из термокембрика и из махнушки. Так. Сейчас попробуем, испытаем. И посмотрим, сколько еще потребляет этот пылесос. Вот у меня есть USB-тестер. Вот есть клавиатурка такая, фирма RAPU. Вот такая она пыльная, относительно. Сейчас проверим. Включаем пылесос. USB-разъем. Употребление порядка 1 ампер 300. 1300-1500 мА. Ну и пробуем. Ну, ладно. Так, сделаем. А светодиод не горит. Светодиод не горит. Да, светодиод не горит почему-то. По пыли. Ну, что-то собрало, что-то даже выспалось оттуда немножко. Так, и вторая насадка. Это насадка с веником. Так. 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 С веником он пыль больше на веник собирает. Он ее нифига не засасывает. Сейчас попробую на другой клавиатуре еще вот эту вот насадку. Ну, попробовал на ноутбуке. Могу сказать, что это бесполезная вещь. Более эффективно для чистки клавиатуры подойдет лизун, там, или как это, зеленая сопля называется, что-то, в общем, в этом роде. У меня еще не было на распаковке, может быть, как-нибудь покажу вам эту штуку. Вот. Ну, толк от этого пылесоса, что он только издает звук и дует прохладным ветерком. То есть, им можно пользоваться больше как вентилятором. Светодиод не работает. Пыль он сосет, практически не сосет. Но можно использовать вот этот веник для того, чтобы просто между кнопок без включенного пылесоса выгребать пыль. Ну, все. Ссылка будет в описании, если кому-то эта штука интересна. Спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...